За время совка, да и за годы независимости, в Украине постепенно деградировал уровень способности вести допрос как у следователей соответствующих структур, так и у судей. Это несмотря на то, что почти все они читали специальную литературу по тактике ведения допросов. Оно и понятно, когда можно добиться нужных показаний легкими или жесткими вариантами, или просто правильной договоренностью с подозреваемым, то изыски допросного искусства были просто невостребованными. Пользоваться этим искусством могли люди особого склада мышления и, несомненно, высокого интеллектуального уровня, поскольку логическое мышление должно быть просто незыблемым. В общем, допрашиваемого легко подводили к основному вопросу или вопросам, чтобы он утратил бдительность и сказал правду, а не придуманную историю. После этого, а иногда вместо этого, когда не получается усыпить бдительность, нужный вопрос задается в разных формулировках и по разным поводам. В общем, опытный следователь или судья вполне может поймать на лжи допрашиваемого. Как только такое становится очевидным, то дальше его ловят на противоречиях, и тот окончательно засыпается. У нас только начинает внедряться институт присяжных, но когда он станет обыденным, то ответы допрашиваемого по части убедительности будут оценивать именно эти люди, которые и выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого или правдивости показаний свидетелей. В любом случае, пойманный на лжи, а особенно на только что озвученной лжи, допрашиваемый выглядит жалко и очень часто ломается просто на глазах. Но есть еще одна категория лиц, которые проводят пусть и не допрос в процессуальном смысле этого слова, а интервью, что почти одно и то же, но с разными последствиями для интервьюируемого и допрашиваемого. Журналист, если это журналист, может и должен докапываться до правды, проводя собственное журналистское расследование. Если формат его расследования предполагает интервью главного фигуранта, то он использует примерно ту же тактику, что следователь или судья. Он сам пытается понять, насколько правдивы те вещи, которые он слышит, и если это журналист-профи, то даже не будет делать собственных выводов, а предоставит их на суд своей публике. Но для этого сам материал должен быть безупречным. И вот представим, как будет выглядеть интервьюируемый, которого прямо в ходе интервью уличили во лжи. А если речь идет о политическом, публичном деятеле, который торгует своей честностью, открытостью и бескорыстностью? Хорошо, а если на лжи и прямо в ходе интервью ловят первое лицо государства? Ведь это же получается, что первое кресло занял брехун, который смог одурачить собственного избирателя. А раз он врет или врет так, что его могут поймать на лжи, то он это делает и внутри страны, и вовне ее. Такое положение будет однозначно соотноситься и с самим государством, главой которого является это первое лицо. Именно такой случай только что произошел с Путиным. Тут уже речь не идет о том, что с течением времени он меняет свою риторику на противоположную, как это было с оккупацией Крыма. Как мы помним, сначала он утверждал, что ничего не знает о том, кто в Крыму захватывает административные здания, а через 4 года он же говорит о том, что лично руководил всей операцией захвата Крыма. Но между двумя этими утверждениями лежит 4 года, и дед, выживая из ума, мог что-то просто забыть. Но если он забывает о том, что говорил минуту назад, то это совсем другое. Итак, Путин на свою голову дал обширное интервью американской журналистке Мегин Кейли. Состояло оно из двух частей и теперь опубликовано на официальном сайте Кремля. Желающие могут его почитать и заскринить. Думаю, что очень быстро эту красоту снесут, ибо Владимир Владимирович засыпался полностью и сдал с потрохами свою больную страну. В принципе, будь там адекватное государственное ядро, то после этого интервью текст обязательно бы удалили, а видео уничтожили, а самого старика ликвидировали. Итак, в первой части интервью Кейли, что называется, раскачала Путина по технике. Речь шла о его знаменитых заявлениях о ядерных ракетах, которые обходят системы ПРО, и даже отдельные сельские сортиры на открытой местности, демонстрируя эффект ОЗТП, особо запутанной траектории полета. В общем, она с нескольких заходов задавала уточняющие вопросы о том, почему же РФ наваяла таких загадочных ракет, в чем причина такой титанической работы. На это Путин ответил несколько раз, повторяя одно и то же, что очень важно. На самом деле, Мэггин Кейли вела Путина к ответу на вопрос о причинах, побудивших его ваять новые наступательные вооружения, и таки получила ответ в нескольких вариациях. По словам Путина, это стало ответом на развертывание в США системы ПРО. Тут есть некая спекуляция, которая легко укладывается в голове россиян. Суть ее сводится к тому, что аббревиатура ПРО означает «противоракетная оборона», то есть речь идет о создании комплекса оборонительных систем, заточенных от нападения противника, использующего ракетное оружие. То есть речь идет об обороне. В этой связи практически слово в слово то же самое было сказано официальным Кремлем о комплексе оборонительных сооружений, ныне известных как линия Маннергейма в Финляндии. Осенью 1939 года совковая пресса была завалена тонами статей о том, что линия Маннергейма нависла над Ленинградом и угрожает ему. Тысячи танков совка никому не угрожают, а бетонные доты и казематы угрожают. И это не смешно, ибо стало оправданием Кремля для развязанной войны. Видите ли, они хотели отодвинуть границу. Тут та же самая ситуация. Причем бред, который Путин несет, еще более чудовищный из своей бездонной тупости, хотя бы потому, что для уничтожения человечества РФ вообще не нужно никуда стрелять своими ракетами, а просто подорвать боеголовки в местах их базирования. Все, Армагеддон обеспечен. Но Келли его таки раскрутила, и Путин ответил, что на разработку оборонительных систем РФ ответила разработкой систем наступательных. Как говорится, гаага, раскрывай двери. Но кроме этого, Путин ляпнул то, чего делать не следовало вовсе. Будь у него хоть какой-то пристойный уровень IQ, он никогда не стал бы привязываться к дате своего решения по созданию нового ударного оружия. Но он сделал это и несколько раз указал на 2002 год. Желающие могут поднять прессу того времени и увидеть, что никаких угроз для РФ не было в принципе, а развертывание указанных оборонительных систем произошло гораздо позже, и, как теперь выясняется, не напрасно. Хотел того Путин или нет, но он подтвердил то, о чем мы говорили уже с десяток раз, и на что больше никто не обращал внимания. Путин подтвердил время и имя человека, сказавшего нечто, заставившего его становиться во все более жесткую оппозицию к США. А говорили мы о том, что именно в 2002 году состоялась беседа с глазу на глаз Путина и президента США Джорджа Буша-младшего. Путин врет о вопросах, обсуждавшихся в тот раз от начала и до конца. На самом деле Путин пытался протиснуться в высшую лигу, а как предлог пытался продать свой опыт борьбы с терроризмом. Напомним, штаты готовились к проведению крупных военных операций в Ираке и Афганистане, и в район залива уже шли транспорты с военной техникой и личным составом. Вот тогда-то Путин и предложил свои услуги по продаже друга Саддама взамен допуска его к решению мировых вопросов. Там Бушу было не до церемонии, и он послал Путина туда, куда положено, и откуда у него теперь всемирно известный псевдоним. При этом Буш ему рассказал о том, что дело не в РФ, как в таковой, а в нем лично, ибо не сегодня-завтра вылезут его подвиги с наркотрафиком, отмыванием грязных денег и геноциде чеченцев. Причем Буш сказал, что штатам оно не надо, ибо своих проблем масса, вот война на подходе, но всего этого настолько много, что рано или поздно вылезет наружу и обляпает всю мировую элиту. Насколько можно верить источникам, откуда была получена такая информация, Буш четко разделил РФ и Путина, и посоветовал тихонько досидеть до конца срока президентства и куда-то исчезнуть, а РФ без него как-то поднимется к уровню, когда ее могут взять в равноправные партнеры. Вот именно эта личная обида и зажгла тротил в пятой точке Владимира Владимировича. А Владимир Вольфович нес пьяную чушь из Багдада, тыкая Бушу и обещая ему, что тут его армию покрошат, как бы намекая, что Москва Саддаму поможет. В общем, дедушка Фройд мог бы много чего тут написать. Мы относились к этой информации как к условно достоверной именно до сего дня, пока Путин сам подтвердил и 2002 год, и Джорджа Буша, как того, кто сказал ему неприятные вещи. Заметим, штатам тогда уж точно было не допро, ибо они явно ввязывались в большую драку, чреватую долгостроем. Так что Путин засыпался как по общей своей теории в плане реакции на оборонительную систему США, так и по деталям, что не менее важно. Но это лишь цветочки. Дальше оказалось еще интереснее. Как правильно ловить на лжи? Заметим, что во время этого интервью Мэггин Келли несколько раз ловила Путина на лжи, но каждый раз он это понимал и уходил в помпасы рассуждения о том, что журналистка неправильно толкует смысл его слов. Тем, кто решится прочесть хоть часть текста этого интервью, следует обратить внимание на все пассажи, где Путин говорит о том, что «мы неоднократно предлагали совместно работать, бороться, решать и так далее». Это техника увода разговора от острого угла. Но было несколько косяков, которые дедуле так и не удалось хоть как-то сгладить. Например, он уже не знал, как уйти от вопросов о вмешательстве в выборы президента США. Схема «вы все врете» не сработала, ибо по вполне конкретным лицам прошли слушания в Конгрессе и были предоставлены надлежащим образом собранные доказательства их участия в хакерских атаках. Путин это знает, а потому дистанцируется от этих людей. Он поясняет, что отдельные патриоты могли на свой страх и риск что-то такое сделать, но он на это не может влиять и ничего об этом не знает. Келли уточняет, что на это было истрачено около полутора миллиардов долларов, и простые патриоты просто не имеют столько денег. Путин уходит от этого вопроса, а Келли задает вопрос о том, почему он, как глава государства, не принял мер для пресечения таких фактов, если он тут клянется в дружбе и в том, что не вмешан в это. Далее кусок диалога. Келли. Вы сказали, господин президент, что вы считали, что вмешательство в наши выборы было осуществлено некоторыми патриотически настроенными россиянами. И, конечно, люди зададут следующий вопрос, а вы патриотически настроенный российский гражданин? Путин. Я президент Российской Федерации, и в мои конституционные обязанности входит решение целого ряда вопросов по защите интересов России. Когда я говорил о людях, которые патриотически настроены, я имел в виду, что на фоне ухудшающихся российско-американских отношений можно себе представить, что люди, а люди пользуются киберпространством, могут выражать свою точку зрения, свое мнение, в том числе и в этой мировой сети. Конечно, могут. А разве мы можем им это запретить? Но мы это не контролируем, и самое главное, что мы этим не управляем. Это не позиция российского государства. Я сразу вам об этом говорю. Келли. Вы не можете, российские разведслужбы не могут понять, кто это делает, и вы не можете положить этому конец, узнав об этом. Путин. Может быть, если бы мы занялись этим целенаправленно, мы, наверное, выявили этих людей, если они существуют. Но у нас такой цели нет и задачи. Мы вам предлагаем официальные переговоры, вы отказываетесь. И что вы хотите? Чтобы мы по щелчку из Конгресса начали здесь бегать и какие-то расследования проводить? Давайте сядем, подпишем договор в области работы в киберпространстве и будем его исполнять. А как вы хотите? Иначе в международных делах не делаются дела. Келли. То есть у вас нет цели положить этому конец? И что это означает для наших выборов в 18-м году, в 20-м году? Мы можем ожидать похожих случаев? Путин. Я не сказал, что у нас нет цели положить этому конец. Я сказал, что у нас есть... Келли. Вы только что это сказали. Путин. Нет, я этого не говорил. Я сказал, что мы не вмешиваемся в частную жизнь наших людей и не можем им запретить высказывать свою точку зрения, в том числе и в сети. Но я также сказал, что официальная позиция российского государства заключается в том, что мы не вмешиваемся как государство во внутриполитические процессы в других странах. Вот это самое главное. Я хочу, чтобы это было зафиксировано в нашем сегодняшнем разговоре и чтобы люди в США это поняли. Как видно из этого фрагмента, Путин попался на лжи просто в течение одной минуты. Скажем так, в течение интервью он лгал прямым потоком. Особенно смешно смотрелись его ответы по поводу Пригожина, который попал под санкции за вмешательство выборы. Мало того, уже общеизвестно о том, что этот тип является хозяином фабрики троллей, которая работает и против США в частности. Мало того, он владеет предприятием, под крышей которого воссозданно ЧВК Вагнера. То есть этот тип повинен в ведении массированного кибертерроризма и терроризма классического путем формирования и использования незаконных военных формирований, запрещенных и законодательством РФ. Тем не менее, Путин рассказывает о том, что слышал о Пригожине, но толком не знает, кто это, хотя в сети масса их совместных фото. И вот, что Путин несет по этому поводу. Келли, вы говорите о причинах, а я пытаюсь все-таки понять, происходило это или нет. Один из ваших хороших друзей на самом деле обвиняется в этом, Евгений Пригожин. Вы знаете его? Путин, я знаю такого человека, но он не числится в моих друзьях. Это просто передергивание фактов. Есть такой бизнесмен, он занимается то ресторанным бизнесом, то еще чем-то. Понимаете, он не государственный чиновник, мы не имеем к нему никакого отношения. Келли, после того, как вы услышали о том, что его обвиняют, вы поговорили с ним? Вы подняли трубку телефона, позвонили ему? Путин, еще чего не хватало? У меня столько дел и проблем. Келли, он же ваш друг, его только что обвинили. Путин, вы не слышали, что я сказал? Он не мой друг. Я знаю такого человека, но он не числится в списке моих друзей. Разве я не ясно сказал? И таких людей у нас очень много. В России вообще 146 миллионов человек. Это меньше, чем в США, но все-таки достаточно много. Келли, он достаточно известен. Путин, ну известен и что? Мало ли в России известных людей. Он не государственный чиновник, он не состоит на государственной службе. Это просто частное лицо, бизнесмен. Келли, некоторые говорят, что его реальная задача делать вашу грязную работу. Путин, кто эти люди? И какую грязную работу? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю, на виду. Это штамп у вас. У вас кто-то любит заниматься грязной работой. Вы думаете, что и мы то же самое делаем? Нет, это не так. Келли, во-первых, вы знаете, вы признаете это, он известный российский бизнесмен. Его обвиняют в ведении этой операции. Это тот же человек, которого обвиняют в направлении российских наемников в Сирию. И они ударили по комплексам, которые принадлежат поддерживаемым американцами единицам. Путин, вы знаете, у этого человека могут быть самые различные интересы, в том числе, допустим, интересы в сфере топливно-энергетического комплекса в Сирии. Но мы никак не поддерживаем, не мешаем ему и не способствуем ему. Это его личная инициатива, частная. Келли, вы не знали об этом? Путин, но я знаю, что несколько компаний, у нас там пара компаний, которые занимаются в том числе, может быть, и его, но это ничего не имеет общего с нашей политикой в Сирии. И если он что-то делает, он делает это не по согласованию с нами, а, скорее всего, по согласованию с сирийскими властями или с сирийским бизнесом, с которым он там работает. Мы в это не вмешиваемся. Разве ваше правительство вмешивается в каждый шаг представителей вашего бизнеса, тем более достаточно скромного? Это, по сути, средний бизнес. И что, ваш президент вмешивается в дела каждой американской средней компании, что ли? Это разве не нонсенс? В общем, тут особо комментировать нечего. Так себя ведет подельник вне сознанки. Если такое говорит президент страны, то либо он выжил из ума, либо вся страна двинулась мозгами. Урки имеют свой свод правил и предостережений. Вот одно из них. Не попадайся. Попался? Молчи. Сказал? Не пиши. Написал? Не подписывай. Подписал? Отказывайся. Похоже на то, что состоя на службе в Тамбовской организованной преступной группировке, Владимир Путин впитал все эти правила и предостережения. И они, наслоившись на конторский опыт, сделали из него абсолютно беспринципного и мерзкого лжеца. В частности, он освоил тактику, известную среди быков и барсеточников, как «косить под дурака». Казалось бы, не сложная наука, и это может сделать любой, но это лишь кажется. Автор лично наблюдал, как сдувается крутой мачо, только что вальяжно сидевший и небрежно отвечавший на вопросы судьи. Как только в зал входит конвой, происходят стремительные метаморфозы, нередко оканчивающиеся длительной посадкой в сортире. Но Владимиру Путину кажется, что конвой за ним не придет, а потому он косит под дурака без известных сортирных издержек. Келли продолжила дожимать Путина темой о привлечении кибертеррористов к ответственности, и тут он стал просто быковать, как делает шпана, первый раз почувствовавшая на себе тяготы арестантской жизни. Путин, нет, это не так, если они нарушили российский закон, мы их будем привлекать, а если они российского закона не нарушили, тогда их привлекать в России не за что. Но вы в конце концов должны понять, что люди в России живут не по американским законам, а по российским. Так и будет. А если вы хотите с нами о чем-то договариваться, давайте сядем за стол переговоров, выберем предмет этих переговоров, договоримся, подпишем документ, но вы же отказываетесь от этого. Я вам в третий раз говорю, мы предложили совместную работу в области киберпространства, но США же отказываются от официальной работы по этому направлению, только в прессу вбрасывают каких-то 13 русских. А может там не русские, может там украинцы, татары, евреи, просто с русским гражданством. Да и то проверить надо, может у них двойное гражданство, или грин карта. А может им за эту работу американцы заплатили? Откуда вы знаете? И я не знаю. Келли. По крайней мере, одно свидетельство есть. Андрей Круцких – это советник Кремля по вопросам киберпространства, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности. Когда в феврале 2016 года он выступал на форуме по интернациональной безопасности, он, я цитирую, сказал, я предупреждаю вас, мы сейчас находимся на пороге того момента, когда мы будем на равных говорить с американцами в информационном пространстве. Что он имел в виду? Потому что это звучит как угроза прямо перед тем, как были взломаны выборы. Путин. Мне кажется иногда, что вы шутите. Келли. Нет, я говорю совершенно серьезно. Известен еще один прием, который заставляет опрашиваемого проговариваться о том, что бы ему хотелось понадежнее скрыть. Диалог должен быть длительным по времени, чтобы рассеять внимание и тогда начинают проскальзывать удивительные вещи. Например, сейчас идет просто титаническая работа по денуклеаризации КНДР. Мы давно говорим о том, что у этой проблемы российские, а точнее путинские корни. Но это лишь плод логических рассуждений. И вот Путин на тему о кибертерроризме вдруг проговаривается. Келли. В киберпространстве мы можем сдержать Россию? Путин. Я думаю, что Россию нигде невозможно сдержать. Надо это понять. Послушайте, вы Северную Корею не можете сдержать. О чем вы говорите? Зачем это делать? Зачем друг друга сдерживать? Нападать? Подозревать в чем-то? Мы предлагаем сотрудничать. Короче говоря, тут просто нечего комментировать. Так, президент РФ наговаривает себе еще на одну Гаагу. А свою страну подкладывает еще под один пакет санкций. Но при этом не устает задавать вопросы о том, за что они сыплются на РФ. В тексте было много вопросов о химических атаках в Сирии, о велончелисте Ралдугине, у которого в панамском офшоре были найдены 100 миллиардов долларов, и о прочих подобных вещах, о которых Путин никогда не слышал. Был даже пассаж о том, что он понятия не имеет о том, что огородит его пресс-секретарь Песков, уже не от имени президента, а просто чтобы почесать языком. Но вот что характерно, когда Келли его прижимала по любому вопросу, он обязательно требовал результатов расследований или доказательств. В какой-то момент он козырнул своим юридическим образованием, попытавшись натолкать Келли носом в то, что она не понимает сути вопроса. Но та быстро парировала, сказав, что имеет юридическое образование и не хуже Путина разбирается в сути дела. Только вот какая неувязка. Юрист Путин в конце интервью, когда у него явно стали сдавать нервы, начал что-то такое нести о поддержке штатами государственного переворота в Украине. При этом юристу Путину не потребовались доказательства и результаты расследований, не говоря уже о решении международного суда. Во всех других случаях он обязательно требовал предъявить ему именно это. И последний финт, продемонстрированный лысым стариком, съезд с темы. Эта техника позволяет уйти от неприятной части вопроса, переключившись на ту его часть, где можно говорить ни о чем. Вот как это выглядит. Келли. Можете ли вы уйти из власти? Потому что многие эксперты говорят, что это практически было бы невозможно для вас, потому что в вашем статусе вы, скорее всего, окажетесь в тюрьме в результате действий ваших противников или произойдет что-то еще гораздо более ужасное. То есть вам нужно, чтобы сохранить свою дееспособность и чтобы быть в порядке, оставаться у власти. Путин. Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу. Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений? Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые все будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому-то этого бы и хотелось, в том числе и в Соединенных Штатах? Но не думаю, что они правы, потому что Соединенные Штаты, как мне кажется, как раз заинтересованы в другом, в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной, если у вас есть, конечно, возможность заглянуть хотя бы на 25-50 лет вперед. В общем, персонаж продемонстрировал почти весь арсенал Урки на допросе. Это было что угодно, только не интервью президента страны, еще недавно претендовавшей на роль сверхдержавы или хотя бы энергетической сверхдержавы. Так строит свою тактику Урка еще не слишком опытный, но уже и не первоходок. Думаю, что это смогли оценить не только мы, но и коллеги за океаном, где Келли и продемонстрировала этот материал. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок